МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Грудно+. В студии Александр Латынин. Сегодня в нашем выпуске. Трагедией закончилась езда на летней резине в Ашменском районе. В ГАИ напоминают о правилах зимнего вождения. За должности по коммунальным платежам сейчас взыскивают нотариусы, а третейские судьи регулируют конфликты между гражданами. Сегодня в Грудно прошел семинар, посвященный решению экономических споров. За справедливость и общественный порядок добровольные народные дружины Октябрьского района Грудно посоревновались между собой в ежегодном смотре-конкурсе. Читать строго рекомендуется. В Грудненской центральной библиотеке имени Макайонка прошел круглый стол на тему молодежи книга «Точки соприкосновения». Альмаматор олимпийцев. Грудненская специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва номер 3 отметила свой 50-летний юбилей. Сегодня горожане увидели первый в этом году снег. Белый покров украшал Грудно лишь утром, к обеду о нем уже практически ничего не напоминало. Первый снег и первое ДТП в Грудненской области на фоне изменения погоды. В Ашменском районе езда на летней резине стала последней для водителя «Форда». У автовладельцев осталась еще неделя до того момента, когда инспекторы госавтоинспекции начнут не предупреждать, а штрафовать. Репортаж Галины Буро. Особенно радовались первому снегу дети, а вот автовладельцам пришлось перестраиваться на зимний тип вождения. Несмотря на то, что сотрудники ГАИ на протяжении всего ноября напоминали водителям о необходимости сменить летние шины на зимние, прислушались к советам далеко не все. И здесь уже юмористическая фраза «зима пришла неожиданно» приобретает совсем другой, не смешной смысл. Жертвой непредусмотрительности стал мужчина 1980 года рождения. В Ашменском районе утром он ехал по заснеженной проезжей части на летней резине. На прямом участке дороги водитель потерял управление, автомобиль сбил дорожный знак, снес пол автобусной остановки и остановился в правом кювете. Непристегнутого мужчину выбросило из салона. От полученных травм он скончался по дороге в больницу. Трагедия еще раз подтверждает – жизнь дороже шин. С сегодняшнего дня на территории Гродненской области стартовала профилактическая акция под названием «Жизнь дороже шин», направленная на профилактику дорожно-транспортных происшествий в осенне-зимний период. На первоначальном этапе этого мероприятия до 1 декабря инспекторы будут напоминать водителям о своевременном замене летних шин на зимние, а уже начиная с 1 декабря по 1 марта, таких водителей, которые не успели заменить на своих автомобилях на колесах резину, будут привлекать к административной ответственности. В ближайшие дни синоптики передают довольно зимние температуры. Не исключен снег, в том числе мокрый и гололедица. ГАЭ рекомендует вовремя принимать меры, чтобы потом не стать заложником погоды. Галина Буро, Юрий Дубовик, Анатолий Бояренцев. Новости Гродно+. Судьи мечтают, чтобы все дела решались мирным путем. Сегодня денежные споры – довольно частые случаи в практике экономического суда. По новым правилам их теперь урегулируют нотариусы. Об этом шла речь на семинаре в здании областного исполнительного комитета. Адвокаты, судьи, нотариусы и юристы. На встречу пришло свыше 300 представителей правовой общественности Гродненской области. Какие вопросы поднимались на семинаре, расскажет Юлия Косила. Самыми щепетильными чаще всего являются денежные споры. Сегодня вопросом их разрешения был посвящен семинар, организованный экономическим судом области. В нем приняло участие более 300 представителей правовой общественности Гродничины. В первую очередь был рассмотрен вопрос об изменениях порядка взыскания бесспорных требований за должностей, признанных должником в письменной форме. С 10 августа этого года такими делами занимается не экономический суд, а нотариат. Часть требований, которые раньше рассматривались экономическими судами, подлежит рассмотрению в нотариальных конторах. Это такие требования, так называемые бесспорные требования, высказывая задолженность за газ, электроэнергию, тепло, отопление. Кроме того, появилась возможность получить из-под надписи нотариуса по задолженности возникающих из обязательств по договорам купли-продажи, поставки, перевозки, хранения, а также высказание неустойки. То есть, если требования должниками признаются, вытекающие из действий договоров, они могут быть взысканы путем учинения нотариальной надписи. Это более совершенный способ взыскания задолженностей, который имеет множество преимуществ. К тому же решение бесспорных требований у нотариуса во многом разгрузило экономический суд и упростило процедуру для юридических лиц. Самое главное – срок рассмотрения подобного требования. Если в судах экономических минимально возможный срок рассмотрения требований, даже бесспорных, составлял 20 рабочих дней, то у нотариуса они составляют один день. Согласитесь, 20-кратное сокращение срока – это серьезно. Более того, предусмотрено снижение ставок государственной пошлины или же нотариального тарифа. Минимальная сумма пошлины государственной составляет в судах 15 базовых величин, а нотариальный тариф, минимальный у нотариусов, составляет 10% базовой величины, то есть 18 тысяч. Обсудили на семинаре и альтернативные способы решения экономических споров. Один из них – третейские суды. Это негосударственные судебные органы, разрешающие конфликты различного уровня. Мировая практика показала, что это эффективный орган самоуправления. Третейскими судьями являются обычные граждане с высшим юридическим образованием. В Гродно уже работают четыре таких судебных органа. Разрешить конфликт может помочь и независимое лицо – медиатор. В Гродненской области работает более десяти таких профессиональных примирителей. Принят в Республике Беларусь закон о медиации, который позволяет официально уже функционировать, осуществлять подобную деятельность специальным обученным переговорщикам, так я их назову, чтобы было понятнее, кто это. Это лица, которые помогают на профессиональной основе вести переговоры между спорящими сторонами. Медиаторы включаются в длительный давнишний спор между гражданами и помогают его регулировать. И на выходе образуется мировое соглашение. В сторону уходят обе довольные и суда. На семинаре было рассмотрено множество вопросов, но все они были посвящены одному – чтобы любые споры, будь то экономические или семейные, граждане решали мирным путем. Юлия Косила, Сергей Печерица, Новости Гродно+. В Октябрьском районе выбирали лучшую добровольную дружину. По итогам смотра конкурса победитель получит путевку на областной этап. В мероприятии приняли участие семь команд. В основном это люди, работающие на крупных предприятиях нашего города. Но два отряда состояли из молодежи. Конкурсанты демонстрировали знания нормативно-правовых актов и правил дорожного движения. Вспоминали, как надо оказывать первую медицинскую помощь. Заключительный этап смотра конкурса – стрельба из пневматического оружия. Обо всем подробнее в сюжете Вероники Цыганок. Красная нарукавная повязка и нагрудный знак. Эти атрибуты на одежде человека свидетельствуют о том, что он готов беречь общественный порядок и бороться за справедливость наряду с сотрудниками правоохранительных органов. Именно с такой целью и создаются добровольные народные дружины. Сегодня в здании Октябрьского районного отдела внутренних дел состоялся традиционный смотр-конкурс, в котором свои навыки продемонстрировали пять дружин и два молодых отряда. Команда одного из крупных предприятий города Гродно уже много раз становилась победителем районного этапа конкурса. Мы ежегодно участвуем в этих смотрах-конкурсах. Первое, что мы немножко повышаем свою квалификацию, потому что каждый год участвуем, но все равно, когда объявляют, что смотр-конкурс, мы начинаем волноваться, начинаем готовиться, начинаем вспоминать, повторять то, что мы где-то призабыли, законодательство какое-то, положение про дружину. Дружинники должны были продемонстрировать свои познания в сфере нормативно-правовых актов. Им предлагались билеты с теоретическими и практическими вопросами. Кроме того, перед отрядами стояла задача оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. Например, молодежному отряду Гродненского профессионального технологического колледжа необходимо было зафиксировать перелом руки. В другом кабинете проверяли знания правил дорожного движения. В тери участников конкурса ждала стрельба из пневматического оружия. Все команды демонстрировали хорошие навыки, кто-то даже блестящие. По мнению сотрудников РОВД с такими дружинниками и в разведку идти не страшно. Нам дружинники оказывают всегда помощь именно участковым инспекторам милиции по охране общественного порядка, поэтому, когда один участковый уйдет на участок, я думаю, всегда будет ему полезно чувствовать, что сзади есть поддержка в виде общественности, а именно в добровольной дружине, которому оказывают непосильную помощь. Победителем смотр конкурса стала дружина одного из крупных градообразующих предприятий химической промышленности. Вторую и третью позиции заняли команды строительных организаций Гродно. Лучшие добровольные дружины охраны правопорядка посоревнуются между собой в областном конкурсе, который пройдет в ближайшее время. Вероника Цыганок, Юрий Дубовик, Новости Гродно+. Рейтинг обязательных книг для развития думающего общества составили библиотекари города. Сегодня он был представлен во время работы «Круглого стола. Молодежь и книга. Точки соприкосновения». В работе форума принимали участие педагоги, студенты, библиотекари, журналисты, писатели и, конечно, читатели. Главный вопрос обсуждения – формирование положительного имиджа чтения в молодежной среде. Какие варианты привития любви к книге предлагали участники «Круглого стола», расскажет наш корреспондент. Почему закрываются библиотеки? Что читает современная молодежь? И как привить любовь к чтению в эпоху цифровых технологий? Эти и многие другие вопросы легли в основу сегодняшней встречи в Гродницкой центральной библиотеке имени Андрея Макайонка. Людящие профессии, связанные с культурной сферой, собрались за «Круглым столом», чтобы найти точки соприкосновения молодежи Гродничины и ее величества книги. Причем не имеет значения, в печатном она будет формате или на электронном носителе. То, что молодежь сегодня читает, но читает иначе, библиотекари знают это не понаслышке. И поэтому не важно, книга в печатном формате или на электронном носителе, аудио – это книга, не важно. Молодежь читает, и мы будем говорить, как приблизить две отправные точки – подростка, юношество и ее величество книгу. С большой буквы. Среди участников «Круглого стола» были преподаватели и студенты Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, организаторы живых библиотек в городе, учителя городских гимназий и молодые журналисты. Так, например, Елену Каяч с самого детства родители не просто приучили читать, но и привили любовь к книге. Это во многом и повлияло на выбор профессии. Когда ты читаешь книгу и открываешь для себя абсолютно другой мир, чтобы не говорили люди, которые предпочитают кино, это абсолютно разный формат. Кино нам дает определенную картинку, то, как это видит режиссер. Читая книгу, мы создаем свой мир, свою вселенную, мы рисуем образы людей, образы каких-то городов, мы представляем эти события. И мне кажется, это намного интереснее. К тому же, не зря говорят, что хорошо говорит тот, кто хорошо думает. Научиться думать как раз помогают книги. И если человек видит себя в будущем как человека публичного, человека, который постоянно общается с другими людьми, ему обязательно стоит читать. О том, что прививать любовь к книге нужно с детства, не понаслышке знает и учитель начальных классов с 20-летним стажем Галина Андрашек. В гимназии номер 3 города Гродно педагог использует разные практические подходы для того, чтобы приучить младших школьников к чтению. Мы делаем читательские дневники, уголки чтения, литературные праздники различные, встречи с художниками, с писателями, с библиотекарями. Быть ближе к современным технологиям и шагать в ногу со временем – этот способ привлечения внимания молодежи к книгам навстречу был назван одним из самых эффективных. Так, например, библиотека подготовила топ-10 книг наподобие рейтингов, которые часто выкладывают в социальных сетях. Эти произведения строго рекомендуется прочитать каждому подростку. Мы постарались сделать выставку рекомендации, но читать строго рекомендуется, подразумевается, что подросткам читать строго рекомендуется. Здесь собрана литература, рекомендованная библиотекарями Гродненской городской централизованной библиотечной системы. Это самая разноплановая литература. От Достоевского до самых таких нашумевших произведений «50 дней до моего самоубийства». То есть мы понимаем и подростки разные, и рекомендации разные. К слову, книги все же пользуются популярностью среди гродненской молодежи. Так, Гродненскую центральную библиотеку имени Андрея Макайонко ежемесячно посещает более 2000 читателей. По словам библиотекарей, популярностью пользуются разные жанры. В последнее время молодые люди зачитываются произведениями американского писателя Дэна Брауна. Часто берут книги, по которым снимаются фильмы. Например, трилогию Сьюзанс Коллинз «Голодные игры». Среди классических произведений по-прежнему востребованы роман «Идиот» Фёдора Достоевского и роман «Три товарища» Эриха Мария Ремарко. Вероника Цыганок, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+. Место, где куются чемпионы. Гродненская специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва номер 3 в этом месяце отмечает полувековой юбилей. В спортивной истории города это учреждение имеет особый вес. Достаточно только вспомнить выдающихся учеников школы. Ольга Корбут, Елена Волчецкая, Анна Дуденкова, Артём Жук. Список можно продолжить. В третий из дюшер никогда не бывает недобора. Что неудивительно, ведь гимнастика и прыжки на батуте – это не только красиво, но и полезно. Тему продолжит Наталья Иванченко. От Ольги Корбут до Анны Дуденковой. Однозначного рецепта по взращиванию чемпионов в Гродненской специализированной детско-юношеской школе Олимпийского резерва номер 3 вам не назовут. Каждому индивидуальный подход и многочасовой труд самого воспитанника. На этих принципах школа стоит вот уже полвека, буквально на днях отметив свой юбилей. За 50 лет Гродненская с дюшер номер 3 стала одной из самых знаменитых гимнастических школ не только в городе и области, но и в республике. Неоднократно участники данной школы были в составе делегации Республики Беларусь на Олимпийских играх. Неоднократно становились призерами чемпионатов мира и Европы. И вот на сегодняшний момент Анна Дозенкова, призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике, достойно выступает и готовится к 31-м летним Олимпийским играм Рейда-Жанейро. Неплохо себя проявила школа прыжков на батуте, Жук Артем, Микишка. Отсюда выходят юные спортсмены, подающие большие надежды. За 50 лет в школе подготовлено 13 мастеров спорта международного класса и более 130 мастеров спорта Республики Беларусь. За последние 10 лет на чемпионатах Европы и мира завоевана 21 медаль. И, конечно же, в историю школы золотыми буквами вписаны имена олимпийских чемпионок Елены Волчицкой и Ольги Корбут, а также их тренера Ринальда Кныша. Ринальд Иванович и сегодня охотно делится советами с молодым поколением. Поставьте высокую цель каждому нужному. Самую высокую. А самое высокое – это стать олимпийским чемпионом. Вот и туда нужно стремиться. Сегодня в школе созданы все условия для того, чтобы любой молодой спортсмен имел возможность достичь больших высот в гимнастике. За последние три года на приобретение инвентаря и оборудования было израсходовано более 1 миллиарда рублей. И процент обеспеченности сегодня в школе один самый высокий, составляет более 90%. Поэтому сегодня школа располагает современными базами спортивными, где можно проводить республиканские и международные соревнования. В свой 50-летний юбилей Гродненская специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва номер 3 – это более 500 воспитанников и 28 тренеров. А еще это то место, где рождаются олимпийские чемпионы. Наталья Иванченко, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+. Через несколько секунд мы продолжим тему спорта. Не переключайтесь. Сегодня в рамках предпоследнего тура группового этапа Лиги чемпионов Боте принимает Байер. Поединок на Борисов-Арене начался в 20.00. Прямую трансляцию ведет телеканал «Беларусь-2». Белорусская федерация футбола решила не продлевать контракт с Юрием Хомко. Вместо него юношескую сборную возглавит Роман Киренкин, который будет совмещать этот пост с должностью наставника дублирующего состава Сталигорского шахтера. Совсем скоро стартует биатлонный сезон. На своих экранах вы видите расписание ближайших гонок. 29 ноября в рамках первого этапа Кубка мира в Астеросунде пройдут смешанные эстафеты. 2 декабря стартует индивидуальная гонка на 20 км, 3 декабря – женская на 15 км. 5 декабря нас ждет мужской спринт на 10 км и женский на 7,5 км. Соревнования завершатся 6 декабря гонками преследования мужской на 12,5 км и женской на 10 км. А вот расписание гонок в рамках первого этапа Кубка АБЮ 28 ноября спринт 10 км – мужчины и 7,5 км – женщины. Расписание на 29 ноября такое же. Брестский гонбольный клуб имени Мешкова в домашнем матче Сега-лиги разгромно проиграл словацкому Татрану 23-31. В Сега-лиге после 10 туров Брестский гонбольный клуб с 21 баллом занимает второе место. Следующий матч в этом турнире Брещане проведут дома 9 декабря против венгерского Весприма. Белорусские спортсмены завоевали 52 медали во втором открытом Кубке СНГ по тэквондо. Всего в Минске за три дня было разыграно более 200 комплектов наград, за которые боролись свыше 800 спортсменов из 18 стран. Белорусские тэквондисты традиционно показали высокие результаты – 16 золотых, 9 серебряных и 27 бронзовых медалей. Первое место в общекомандном зачете выиграли спортсмены из Москвы. На второй позиции – команда из Самары. Наша сборная на третьей позиции. На чемпионате мира по тяжелой атлетике в американском Хьюстоне белорусская Анастасия Новикова заняла четвертое место в весовой категории до 58 килограммов. В категории до 69 килограммов у мужчин 20-летний белорус Артем Шагов занял 10-ю позицию. Не смог также подняться на пьедестал почета в двоеборье Станислав Чадович в весовой категории до 62 килограммов. Он расположился на итоговом восьмом месте. По итогам чемпионата мира по тяжелой атлетике в Хьюстоне окончательно станет известно количество неименных лицензий, которые белорусские атлеты получат на летние игры 2016 в Рио-де-Жанейро. На этом выпуск завершен. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что еще больше информации вы всегда сможете найти на нашем сайте www.grodnoplus.tv.by. Оставайтесь с нами и приятного вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова